Лабораторная диагностика туберкулеза Туберкулез остается сегодня серьезной проблемой, несущей биологические и экономические угрозы как для всего мира, так и для Российской Федерации. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около трети населения мира инфицированы микробактерией туберкулеза. В мире ежегодно заболевают туберкулезом более 10 миллионов человек. Из них более 1 миллиона – это дети. При этом смертность достигает 25%. Туберкулез по-прежнему входит в число 10 основных причин смерти в мире, опережая по значимости вирус иммунодефицита человека и малярию. Материалы вебинара посвящены вопросам лабораторной диагностики туберкулеза, применяемым в Российской Федерации методом в обнаружении возбудителя туберкулеза, идентификации и определения лекарственной чувствительности микробактерий туберкулеза. И особое внимание уделено алгоритму этиологической диагностики. В Российской Федерации, несмотря на значительное снижение и заболеваемости, и смертности от туберкулеза, распространенности туберкулеза, остаются две глобальные проблемы борьбы с туберкулезом. Это туберкулез, множественная лекарственная устойчивость и туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией. Доля больных ВИЧ-инфекцией среди впервые выявленных больных туберкулезом за последние 10 лет увеличилась почти в 3,5 раза. Как вы знаете, диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией часто бывает затруднена. И туберкулез протекает остро, может протекать стремительно, часто с генерализацией процесса, с нехарактерной клиникой рентгенологической картиной. И основную решающую роль в диагностике туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией играют именно методы этиологической и лабораторной диагностики туберкулеза. Доля больных с множественной лекарственной устойчивостью среди впервые выявленных больных за последние 10 лет увеличилась в 2,5 раза. И при этом важно отметить, что среди больных с множественной лекарственной устойчивостью значительное количество больных туберкулез, у которых вызван микобактериями туберкулеза, устойчивым не только к препаратам основного ряда, но и к препаратам резервного ряда. Так, по данным лабораторных отчетов за 2018 год, среди впервые выявленных больных туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью, то есть устойчивостью и к казаниазиду, рефампицину и к основным препаратам резервного ряда в торгихиналонам, аминогликозидам, циклическому пептиду составила 11%. А доля больных туберкулезом с микобактериями устойчивыми не только к казаниазиду, рефампицину, но и к в торгихиналонам или к аминогликозидам составила более 30%. Соответственно, роль лабораторной диагностики, роль лабораторных методов в диагностике туберкулеза исключительно важная. Это микробиологическое подтверждение диагноза, это роль дифференциальной диагностики туберкулеза с другими заболеваниями, определение бактериовыделения, то есть определение эпидемической опасности пациента, то есть основного источника заболевания, роль выбора рациональных схем лечения согласно чувствительности возбудителя, роль оценки эффективности лечения и коррекции химиотерапевтической тактики. Лабораторные методы диагностики туберкулеза можно разделить на две группы. Это прямые методы, то есть методы, которые направлены непосредственно на этиологию заболевания, то есть на выявление возбудителя туберкулеза, микобактерии туберкулеза. И косвенные методы. Косвенные методы судят о тех изменениях, которые вызывают возбудитель туберкулеза в организме человека. Прямые методы лабораторной диагностики еще сейчас принято называть методы этиологической диагностики туберкулеза. Итак, какие применяются в настоящее время методы? В обнаружении или исключении наличия микобактерии в биоматериале применяются микроскопические методы, цитологические и гетологические методы, молекулярно-генетические, культуральные, то есть это метод посева на питательные среды. И к прямому методу обнаружения микобактерий можно также отнести иммунологический метод, но определение антигена, компонента клеточной стенки микобактерии туберкулеза. Важная задача идентификация микобактерий туберкулеза. Как мы с вами знаем, микобактерии могут являться и возбудителями туберкулеза, это микобактерии туберкулезного комплекса, и микобактерии могут быть возбудителями другого заболевания, микобактериоза, и возбудителями являются нетуберкулезные микобактерии. И в лабораторной диагностике крайне важно провести идентификацию микобактерий и дифференциацию до вида микобактерий туберкулеза и нетуберкулезных микобактерий. И в этом нам помогают молекулярно-генетические методы, культуральные методы, метод иммунохроматографии, а также протеумный анализ. Крайне важная задача – исследование лекарственной чувствительности. Исследование лекарственной чувствительности микобактерий и туберкулеза необходимо проводить в кратчайшие сроки для выбора эффективного лечения больных. Применяемые методы – это молекулярно-генетический метод и культуральный метод диагностики. Итак, микроскопические методы выявления кислотоустойчивых микобактерий. Микроскопический метод в настоящее время сохраняет свою актуальность. Несмотря на его недостаток, что этот метод не позволяет дифференцировать возбудители туберкулеза и микобактериозов, то есть микобактерии и туберкулеза, от нетуберкулезных. И несмотря на то, что чувствительность этого метода недостаточно высока, то есть метод дает возможность выявлять кислотоустойчивые микобактерии только при наличии по крайней мере 50 тысяч бактериальных клеток в 1 мл макроты. Но тем не менее метод сохраняет свою актуальность, потому что именно этот метод позволяет быстро, надежно, с высокой скоростью, и, самое главное, экономически он является недорогим методом выявить эпидемически опасных бактериопациентов, то есть выявить бактериовыделителей, выделителей микобактерий туберкулеза. Микроскопические методы на сегодняшний день применяются как с окраской поцельнильсуна. Этот метод активно используется в медицинских организациях для скрининга и диагностики туберкулеза и метод люминесцентной микроскопии, светодиодной микроскопии. Здесь диагностическая чувствительность примерно на 10-20% выше, чем методы микроскопии поцельнильсуну. И необходимо отметить, что метод люминесцентной микроскопии еще проводится из подготовленного диагностического материала, концентрированного, и, конечно, за счет этого в том числе метод обладает большей диагностической чувствительностью. Цитологические и гистологические исследования. Материалом для этих исследований являются мазки и отпечатки из соскобов тканей или судатов после их фиксации и методами окраски, позволяющие выявлять морфологические изменения в тканях. При этом микобактерии выявляются на фоне морфологически измененных пораженных тканей. В последние годы разработан иммуногистохимический метод с использованием флуоресцентно-меченных оттетел, а также метод гибридизации ДНК с флуоресцентно-меченными ДНК-зондами, позволяющий визуализировать микобактерии туберкулезного комплекса. Культуральный метод. Культуральные методы подразделяются на методы на плотных питательных средах. Метод на плотных питательных средах уже значительно чувствительнее, на 20-25% выше метода микроскопии. Важно, что он позволяет получить рост при меньших концентрациях микобактерий, туберкулеза в биоматериале, то есть примерно 100 тысяч микробных тел на миллилитр. И этот метод, конечно же, важен, что он позволяет дифференцировать микобактерии туберкулеза от нетуберкулезных микобактерий. О получении культуры при положительном результате метода мы получаем возможность исследовать свойства микобактерий туберкулеза, в том числе такие свойства, фенотипические свойства возбудителя туберкулеза, как лекарственная чувствительность. Недостатком метода на плотных питательных средах является длительность исследования. Средняя длительность исследования с определением чувствительности микобактерий туберкулеза составляет в среднем где-то 2,5-3 месяца. Конечно же, эти сроки непозволительно долгие. Когда необходимо быстро принимать решения о назначении химиотерапии, конечно же, эти результаты уже далеко являются несвоевременными. Но сейчас уже на самом деле даже страшно представить и трудно представить, как лабораторная диагностика, хотя это было достаточно недавно, 15-13 лет назад в арсенале методов лабораторной диагностики существовал только микроскопический метод и культуральный метод на плотных питательных средах. И только где-то примерно 2007-2008 год из быстрых методов, в том числе культуральных методов, появились исследования на жидких питательных средах с автоматической детекцией рота, то есть с использованием автоматических систем культивирования и определения лекарственной чувствительности. Чувствительность этого метода на 10-20% выше, чем у метода на плотных питательных средах. Этот метод позволяет получить культуру микобактерий в среднем у 70-80, а то и 90% больных туберкулезом. Но самое главное, он сокращает сроки культурального исследования в 2,5-3 раза. Сроки культурального исследования, такие, в принципе, длительные и на плотных питательных средах, обусловлены особенностью микобактерий туберкулеза, особенностью их метаболизма. То есть деление одной микобактериальной клетки осуществляется только спустя 24 часа. То есть они характеризуются крайне медленным ростом. Изобретение метода на жидких питательных средах с автоматической детекцией роста заключается, ну, прежде всего, в изобретении такой специальной пробирки, пробирки с питательной средой, крайне чувствительной питательной средой, содержащей специальные обогатительные добавки. Но кроме этого, на дне этой пробирки, вот вы видите на слайде, видите на слайде вот эти, пример вот этих пробирок, сосредоточен кислородозависимый датчик. И он начинает светиться, когда уменьшается содержание кислорода в этой пробирке. То есть, соответственно, достаточно быстро можно провести детекцию роста, еще невидимую глазом в жидкой питательной среде. Но пробирок автоматически детектирует положительные результаты при уменьшении кислорода в питательной среде. То есть, когда начинается жизнедеятельность микроорганизмов. Длительность исследования на жидких питательных средах выявления микобактерий туберкулеза возможно, уже начиная с четвертого дня после проведения посева биологического материала. Средние сроки получения лекарственной чувствительности от начала посева, они в среднем составляют месяц, один месяц. И необходимо отметить, что в настоящее время в каждом федеральном округе, в каждом субъекте Российской Федерации в арсенале лаборатории по диагностике туберкулеза есть автоматические системы для исследования на жидких питательных средах. Всего оснащены 136 лабораторий, противотуберкулезных лабораторий в Российской Федерации автоматических систем диагностики туберкулеза применяется 161 прибор. Необходимо также отметить, что в диагностике туберкулеза, особенно у иммунокомпрометированных пациентов, в том числе у больных ВИЧ-инфекции, необходимо исследование, в том числе и крови, так как процесс может часто связан быть с бактериемией, сепсисом, поражением в различных органов, а в ряды случаев с генерализованным процессом. И вот именно с целью гемокультивирования микобактерий также применяются специальные автоматизированные системы и самое главное специальные питательные среды, специальные питательные среды, которые предназначены для выявления именно микобактерий. При получении роста микобактерий необходимо провести первичную идентификацию культуры, то есть отдифференцировать, что это, микобактерии туберкулеза или нетуберкулезные микобактерии. Применяется метод микроскопии с окраской по цель Нильсону, но метод не позволяет их дифференцировать между собой. Мы определяем только, что выявлены именно получен рост и именно кислотоустойчивых микобактерий. И вот дальше, конечно же, необходимо провести идентификацию этих микобактерий. Микобактерии туберкулеза, возбудитель туберкулеза или выявлены возбудители микобактериозов, нетуберкулезных микобактерий. Вот раньше, еще 15-13 лет назад, процедура первичной идентификации выполнялась биохимическими методами на тех же плотных питательных средах. Это занимало достаточно длительное время, где-то примерно еще дополнительно, около месяца после получения роста микобактерий туберкулеза. Но в настоящее время в арсенале лабораторных методов есть такие методы, как иммунохроматографический метод. Он основан на выявлении белка МПТ-64. Иммунохроматографический метод выполняется буквально в течение 15 минут. в течение 15 минут. И, конечно же, это молекулярно-генетические методы, особенно актуальные методы применяются в противотуберкулезной службе, метод ПЦР в реальном времени, который также позволяет отдифференцировать микобактерии туберкулеза или нетуберкулезные микобактерии. Видовая идентификация микобактерий, микобактерий туберкулеза или нетуберкулезных микобактерий, применяются также биохимические методы, метод гибридизации с типоспецифичными зондами, метод гибридизации на биочипах, может применяться высокопроизводительная жидкостная хроматография миколовых кислот, геноосеквенирование, мультилокусное секвенирование. И крайне эффективным методом видовой идентификации микобактерий является метод масс-спектрометрии. Молекулярно-генетические методы. Разработка методов амплификации нуклеиновых кислот, разработка метод ПЦР произвела революцию в биологической науке и медицине XX века. В том числе в диагностике инфекционных заболеваний. И в том числе именно в лабораторной диагностике туберкулеза. В лабораторной диагностике туберкулеза. Так как несмотря на все-таки достаточно быстрые сроки получения результатов на жидких питательных средах, все равно время, время, в течение которого проводится лекарственное определение лекарственной чувствительности, составляет, как я уже говорила, в среднем один месяц. И, конечно же, появление вот именно молекулярно-генетических методов в арсенале методов лабораторной диагностики произвело революцию. Революцию, когда буквально в течение первых суток можно выявить микобактерии туберкулеза, определить возбудителя на основании маркера ДНК микобактерии туберкулеза и также определить лекарственную устойчивость. Среди применяемых методов амплификации нуклеиновых кислот наиболее широкое распространение получил метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. В основе этого метода лежит многократное увеличение числа копий специфического участка ДНК, так называемая направленная амплификация ДНК. Этот метод отличается высокой скоростью получения результата, высокой чувствительностью и специфичностью. К недостаткам этих методов можно отнести то, что метод не позволяет определить жизнеспособность микобактерий, поэтому этот метод не рекомендуется использовать для оценки эффективности лечения больных туберкулезом. И также к недостаткам можно отнести ограничения, связанные с недостаточной мультиплексностью. И необходимо отметить, что если в тест-системе используются праймеры для выявления специфических фрагментов ДНК, микобактерий, туберкулеза, то соответственно ответ мы можем только получить, есть или нет ДНК, микобактерий, туберкулеза. То есть эта тест-система не позволит выявить в диагностическом материале нет туберкулезной микобактерии, которые сейчас также играют значительную роль в заболеваниях. Сложность исследований требуется специальная ПЦР-лаборатория, также является недостатком этих методов, и несколько высокая стоимость анализов. В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано более 10 тест-систем для лабораторных, для диагностики туберкулеза, для выявления микобактерий, туберкулеза. Но широкое распространение получили 4 технологии. 4 технологии. Это технология ПЦР в реальном времени, это технология, используя картриджная технология, технология с помощью биочипов и также ЛПА-технология с использованием метод гибридизации на стрипах. И также, как и автоматизированными системами для диагностики туберкулеза на жидких питательных средах, так и оборудованием для проведения молекулярно-генетических методов выявления микобактерий, туберкулеза, и определения лекарственной устойчивости. Я хочу обратить ваше внимание, что крайне важно не только быстро выявить микобактерии, туберкулеза, но и быстро, в кратчайшие сроки, определить лекарственную устойчивость, маркеры лекарственной устойчивости, то есть мутации, ассоциированные с лекарственной устойчивостью микобактерий, туберкулеза, и к препаратам основного ряда, и к препаратам резервного ряда. Так вот, в арсенале лабораторной службы противотуберкулезных учреждений в каждом федеральном округе, в каждом субъекте Российской Федерации метод используется, метод есть. Всего оснащены оборудованием для молекулярно-генетических исследований 297 лабораторий. И вы видите, что часто применяются методы ПЦР в реальном времени, картриджная технология и методы гибридизации на биочипах и на стрипах. Итак, среди молекулярно-генетических методов хотела бы остановиться на отечественных технологиях, на гордости нашей лабораторной службы, службы именно в диагностике туберкулеза. Гордость в том, что у нас есть свои отечественные технологии. Это технология ПЦР в реальном времени, которая позволяет и выявить маркер ДНК микобактерий туберкулеза, и определить лекарственную устойчивость, выявить мутации, ассоциированные к изаниазиду и рифампицину, и также к вторхиналонам. И еще одна отечественная технология, тоже наша гордость, это гибридизационная технология с использованием биочипов. Эта технология позволяет выявить устойчивость и к изаниазиду, к рифампицину, вторхиналонам, и также к аминогликозиду, и циклическому пептиду, к тамбутолу, и также определить основные генотипы микобактерий туберкулеза. Технология ПЦР в реальном времени, технология Амплитуб, включает в себя три стадии проведения исследования. Это пробоподготовка, инактивация мокроты, выделение нуклеиновых кислот и, собственно, сама проведение ПЦР в реальном времени, амплификация и детекция результатов. Для проведения исследований с помощью этой технологии нужна специализированная ПЦР-лаборатория. Время получения результата в среднем составляет два дня. Вообще, эту технологию можно проводить и гораздо быстрее, за три с половиной часа, но выявление микобактерий туберкулеза. Но так как исследование в основном осуществляется из подготовленного осадка в комплексе с другими методами, то в среднем скорость получения результата с выявления ДНК микобактерий туберкулеза и определения устойчивости к противотуберкулезным препаратам составляет примерно два дня. Итак, гибридизационная технология с помощью биочипов включает в себя, соответственно, четыре стадии анализа. Это также обработка клинического материала, выделение нуклеиновых кислот. Это проведение мультиплексной ПЦР с одновременным флюоресцентным маркированием, гибридизация на биочипе и регистрация и интерпретация результатом с использованием анализатора биочипов. Необходимо отметить, что эта технология также требует специальных помещений, специальных помещений требует специального оснащения. То есть это также специализированная ПЦР-лаборатория. Особенно хотела обратить внимание, что тест-система ТБТС содержит праймеры для существенно большого числа мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью, чем другие тест-системы. То есть всего в определении лекарственной устойчивости с этой тест-системы возможно определить 120 мутаций, ассоциированных с устойчивостью к противотуберкулезным препаратам основного и резервного ряда. Итак, импортные технологии, которые наиболее часто применяются в лабораториях, в противотуберкулезных лабораториях, в том числе в Российской Федерации. Это картриджная технология. Здесь нужно отметить преимущество этой технологии заключается, конечно же, в том, что происходит выделение, амплификация и детекция результатов происходит в специальном картридже. То есть все стадии ПЦР-исследования осуществляются и проводятся автоматически. И вторая технология, этот метод молекулярной гибридизации с типоспецифичными зондами, технология ЛПР, как мы еще ее называем, ХАИМ-тест, позволяет определить лекарственную чувствительность и к препаратам основного ряда, к изаниазиду и рефампицину, и к препаратам резервного ряда, к торхиналонам, аминогликозидам, циклическим пептинам. И эти две технологии рекомендованы Всемирной Организацией Здравоохранения и рекомендованы также применение их в комплексе. То есть с помощью картриджной технологии быстро производится выделение ДНК, микобактерий, туберкулеза, то есть выявление возбудителя туберкулеза и быстрый скрининг на лекарственную устойчивость к рифампицину. То есть выявляются пациенты с множественной лекарственной устойчивостью. А метод молекулярной гибридизации с типоспецифичными зондами позволяет провести углубленное исследование лекарственной устойчивости, дополнительно изучить устойчивость и к изаниазиду, и к торхиналонам, и к инъекционным препаратам. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что в Российской Федерации, можно сказать, как бы есть аналоги тем Т-системам, которые рекомендует Всемирная Организация Здравоохранения. У нас есть отечественная технология с высокой чувствительностью выявления ДНК, микобактерий, туберкулеза. И есть технология, которая позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью определять лекарственную чувствительность и к препаратам основного, и к препаратам резервного ряда. Таким образом, подчеркиваем, что молекулярные методы в лабораторной диагностике туберкулеза совершили революцию. Они позволили быстро выявлять микобактерии туберкулеза и давать результаты не только обнаружения возбудителя, но также, что крайне важно, они помогают нам определить лекарственную устойчивость. Но, тем не менее, далеко не ко всем противотуберкулезным препаратам позволяют молекулярные методы определить лекарственную устойчивость. Вот на этом слайде представлены препараты, представлен перечень препаратов, которые в настоящее время применяются для лечения больных туберкулезом. И вот зеленым цветом выделены возможности в определении устойчивости к этим препаратам, а красным цветом выделены то, что молекулярные методы, те препараты, которым на сегодняшний день еще нет молекулярных Т-систем. И, соответственно, подчеркиваю, что с недостаточной, связанной еще недостаточной мультиплексностью ПЦР-Т-систем, то есть число определений в одной реакции может быть ограничено. И, конечно же, крайне важно, крайне важно, я еще раз подчеркну, это применять методы комплексно. То есть молекулярные методы не исключают применение метода, культурального метода, и в выявлении микобактерий туберкулеза, и в определении лекарственной чувствительности. Но, еще раз подчеркиваю, что все-таки длительность исследования в среднем составляет 1 месяц. И еще раз подчеркиваю, что в настоящее время, конечно же, это недопустимо. И для того, чтобы объединить все достоинства молекулярных методов, культуральных методов, большое количество, определение к большому количеству противотуберкулезным препаратам, определение лекарственной устойчивости, и сокращение сроков получения результатов, то есть получить их быстрее, конечно, в настоящее время идет поиск альтернативных методов диагностики. И таким методом может являться секвенирование нового поколения. Секвенирование нового поколения – это массово параллельное секвенирование фрагментов ДНК, исследование миллионов фрагментов за запуск. А биоинформатический анализ используется для объединения этих фрагментов путем сопоставления отдельных данных с эталонным геномом. И вот появление метода секвенирования сделало полногеномное секвенирование более доступным. А целевое таргетное секвенирование на платформе НГС позволяет определить нуклеотидные последовательности в отдельных участках генома. То есть целевое секвенирование нового поколения ориентировано на секвенирование выбранного набора генов или областей генов, с которыми ассоциированы специфические патогены или ассоциированы мутации лекарственной устойчивости, в том числе микобактерии туберкулеза. В настоящее время секвенирование нового поколения адаптируется в диагностике туберкулеза во всем мире. И преимуществом этого метода, конечно, является высокой скорость и пропускная способность. То есть можно провести до 200 образцов за один запуск, при этом исследовать устойчивость к большому количеству противотуберкулезных препаратов. Метод отличает высокая чувствительность, специфичность. Немаловажно отметить более низкая стоимость исследования. На первый взгляд, как бы показалось это странным. Но по сравнению с методом исследования на питательных средах, особенно с автоматизированным методом на жидких питательных средах, этот метод может быть значительно стоить меньше. Также открывается возможность открытия новых механизмов резистентности, открытия новых мутаций к противотуберкулезным препаратам, возможность прогнозирования лекарственной устойчивости и проведения эпидемиологических исследований. И, конечно же, в перспективе этот метод, возможно, будет применяться напрямую не только скульптуры, но в идеале и, соответственно, применяться напрямую из-за бросов биологического материала. Еще один метод, который я бы хотела отметить, который является также прямым методом диагностики, выявления микобактерий туберкулеза, это выявление липоарабиноманана. То есть это антиген микобактерий, который является одним из основных структурных компонентов клеточной стенки микобактерий и представляет собой смесь высокомолекулярных липополисахаридов. Этот метод в настоящее время реализован в коммерческих системах только зарубежного производства. И пока эта технология не зарегистрирована для использования Российской Федерации. Но, тем не менее, этот метод может быть весьма актуальным при обследовании больных ВИЧ-инфекции с низким иммунным статусом, с количеством CD4 клеток меньше 200. И вот наиболее эффективным, информативным этот метод является при исследовании мочи, в котором липоарабиноманан может быть обнаружен при различной локализации туберкулезного поражения в период гематогенной демодисминации процесса. И вот специфичность выявления этого антигена может составлять 95-100%, а чувствительность напрямую зависит от стадии прогрессирования иммунодефицита у больных ВИЧ-инфекции. Необходимо также отметить крайне актуальный в настоящее время косвенный метод иммунодиагностика туберкулеза, так называемая игра-тесты. То есть это методы, которые направлены ну вот прям дословно перевод говорит на анализ высвобождения гамма-интерферона. Суть этих диагностических тестов инвитро заключается в том, что при контакте специфических белков микобактериям туберкулеза ИТ-6 и СВП-10 с телифлоцитами крови инфицированного пациента выделяется гамма-интерферон. Эти специфические белки отсутствуют во всех штаммах БЦЖ в большинстве нетуберкулезных микобактерий. В штаммах БЦЖ и в большинстве нетуберкулезных микобактерий. То есть этот метод с достаточно высокой долей специфичности говорит об инфицировании человека микобактериями туберкулеза. На сегодняшний день игра-тесты представлены двумя тест-системами. Это тест-под ТБИ и квантифероновый тест. Отличие в этих тест-системах заключается в том, что в методе тест-под ТБИ происходит определение количества активированных Т-лимфоцитов, которые выделяют гамма-интерферон. А в квантифероновом тесте осуществляется определение уровня специфического гамма-интерферона в крови. То есть эти методы могут служить альтернативой внутрикожным тестам, особенно при наличии противопоказаний у детей и подростков. И эти методы позволяют определить инфицирование микобактерий туберкулеза. Но, к сожалению, недостатком является методы не позволяют отличить активную форму туберкулеза от латентной. Крайне важно в применении методов лабораторной диагностики придерживаться алгоритма. Алгоритма. И очень важно, что все методы, у которых, как я уже сказала, есть и свои достоинства, и недостатки, но они могут дополнять друг друга при их комплексном применении. Алгоритм выявления диагностики туберкулеза утвержден приказом 951, то есть утверждены федеральные клинические рекомендации, в котором регламентировано трехкратное нейроскопическое исследование мокроты с целью скрининга, с целью скрининга в больных туберкулезах во всех медицинских организациях нет туберкулезного профиля. А при получении отрицательного результата проводится рекомендовано проведение и молекулярно-генетического исследования. В противотуберкулезных учреждениях уже осуществляется углубленное исследование с использованием комплекса методов и микроскопических, и молекулярно-генетических методов, и культуральных методов. Используется, исследуется как минимум два образца. При выделении микобактерий туберкулеза происходит дифференциация и определение лекарственной чувствительности. И как я уже сказала, выявление туберкулеза во всех медицинских организациях обязательным методом скрининга в настоящее время это медицинские организации муниципального уровня, областные, окружные, краевые, республиканские, нет туберкулеза, нефтезиатрического профиля, но проводится рекомендованное и проводится трехкратное микроскопическое исследование мокроты по цельнирсену или с окраской лиминесентными красителями. Но при получении отрицательного результата микроскопического исследования необходимо провести и молекулярное генетическое исследование. Хочу отметить, что в настоящее время Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует вообще заменить традиционную микроскопию более современными методами, более быстрыми и более точными автоматизированным молекулярно-генетическим методом рекомендует именно технологию картриджную, именно картриджную технологию, так как в ней автоматизированы все этапы. А микроскопические исследования рекомендуется проводить для пациентов с положительными результатами исключительно для оценки степени инфекционной опасности пациентов с целью инфекционного контроля, а также для мониторинга лечения. На самом деле, конечно же, мы не можем согласиться с этой рекомендацией, что молекулярный метод именно ввиду автоматизации процесса, так как все-таки микроскопический метод требует постоянного совершенствования лабораторного специалиста, постоянного обучения, умения правильно красить мазки. То есть достаточно много человеческого фактора, в зависимости от молекулярного метода. Но методом скрининга может быть, конечно же, и рекомендована повсеместно только достаточно простая технология, которая может применяться не только в специализированных ПЦР-лабораториях, но и в обычных клиникодиагностических лабораториях, и поэтому в настоящее время, конечно же, в алгоритме Российской Федерации выявления туберкулеза метод микроскопии остается. И еще в связи с тем, что все-таки он позволяет нам выявить кислотоустойчивые микобактерии, которые могут быть как возбудителями туберкулеза, так и возбудителями микобактериоза, что не позволит, соответственно, сделать молекулярный генетический метод, если будут применяться только тест-системы на выявление ДНК микобактерий туберкулеза. Итак, алгоритмы этиологической диагностики туберкулеза в противотуберкулезных учреждениях. На первый этап мы хотели бы отметить это тщательное планирование исследований и подготовка пациента. Это крайне важно, потому что цель этиологической диагностики туберкулеза – это добиться максимального выделения ДНК микобактерий туберкулеза, максимального выделения культуры микобактерий туберкулеза. И самое важное, чтобы мы могли получить или ДНК, или культуру микобактерий для дальнейшего изучения лекарственной чувствительности к препаратам и основного, и к препаратам резервного ряда. Для этого необходимо тщательнейшим образом подготовить пациента, объяснить, как правильно собирается мокрота, собрать два образца мокроты. И каждый образец исследуется разными методами – и микроскопическими, и молекулярно-генетическими, и методом посева, особенно посева на жидкие питательные среды, и на плотные среды. То есть используется такой комплексный подход к исследованию образца. И мокрота собирается в течение, ну, как минимум двух последовательных дней, не одновременно, а в течение какого-то промежутка времени. Итак, если результаты выделения ДНК микобактерий туберкулеза из первого образца отрицательные, необходимо повторить еще раз молекулярно-генетический метод, и посев, соответственно, на жидкие питательные среды из второго образца. Если результаты выделения ДНК микобактерий из первого и второго образца тоже отрицательные, то вот здесь рекомендуется собрать третий образец и повторить из него микроскопию и молекулярно-генетический метод, и исследование, культуральное исследование. И даже если из трех образцов мокроты, соответственно, нам не удалось получить ДНК микобактерий, и достаточное количество для определения устойчивости к противотуберкулезным препаратам, то в настоящее время необходимо, рекомендуется, настоятельно рекомендуется проводить еще более углубленное исследование и провести бронхоскопию со сбором материала и еще раз повторить комплексное исследование. Первый этап лабораторного исследования в этиологической диагностике туберкулеза направлен на быстрое выявление микобактерий туберкулеза и определение, скажем, скрининг больных с микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью. Здесь крайне важно проведение из подготовленного осадка обязательно молекулярно-генетическое исследование с возможностью определения устойчивости как минимум крифампицину, то есть маркеру туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. И также, соответственно, провести микроскопию и посев на жидкие плотные питательные среды. При получении достаточного количества ДНК-микобактерий, туберкулеза, достаточно для определения генетических маркеров резистентности, необходимо, соответственно, провести исследование лекарственной устойчивости как минимум крифампицину. И, соответственно, в этом нам помогают те системы, которые применяются, которые есть в противотуберкулезных лабораториях Российской Федерации. Это могут быть технологии ПЦР в реальном времени, амплитопы, это может быть биочип, или, соответственно, это могут быть хайн-тест, то есть определение устойчивости как минимум крифампицину или к козынеазиду и крифампицину. Если нам не удалось напрямую из биоматериала получить достаточно для определения генетических маркеров резистентности, достаточно ДНК-микобактерий, туберкулеза, то мы, соответственно, ждем с вами результатов на жидких питательных средах. Как я уже говорила, получение роста возможно, начиная с четвертого дня, ну, в среднем это где-то примерно 7-14 дней. И при получении роста провести определение генетических маркеров резистентности как минимум крифампицину или козынеазиду крифампицину уже с культуры микобактерий и туберкулеза. И дальше следующий этап направлен на быстрое выявление туберкулеза широкой лекарственной устойчивостью и определение лекарственной чувствительности микобактерий к широкому спектру противотуберкулезных препаратов. Вот на сегодняшний день крайне важно, что если выявлена молекулярными метабинами лекарственная устойчивость к крифампицину или к изынеазиду, то необходимо определить молекулярными методами обязательно быстро лекарственную устойчивость и к препаратам резервного ряда. Это, конечно же, к фторхиналонам в первую очередь и дополнительно, если используются эти тест-системы или если есть в арсенале, и к инъекционным противотуберкулезным препаратам. Но крайне важным является и определение лекарственной чувствительности и фенотипическим методам на питательных средах. Если генетические маркеры резистентности к препаратам основного ряда не были выявлены, то на питательных средах, на жидких питательных или на плотных питательных средах уже можно определить лекарственную чувствительность только к препаратам первого ряда. Только к препаратам первого ряда. Но если выявлены генетические маркеры резистентности к препаратам основного ряда и препаратам резервного ряда, то крайне важно определять лекарственную устойчивость уже препаратом резервного ряда. И здесь, конечно же, очень важно определять чувствительность именно к тем препаратам, тем препаратами, которым в дальнейшем будет осуществляться лечение больных с лекарственно устойчивым туберкулезом. Например, в настоящее время рекомендуется определять чувствительность к офлосоцину, потому что он не применяется, а определять уже более высоким генерациям в турхиналонах, таким как левофлоксоцину, моксифлоксоцину. Результаты могут отличаться от чувствительности к офлоксоцину. И также важно определить устойчивость к инъекционным препаратам и протианамиду или гетионамиду, пирозинамиду, который в настоящее время применяется для лечения, рекомендован в случае сохранения чувствительности больных с множественной широкой лекарственной устойчивостью, к ленизолиду, если есть возможность, и к бедоквилину. В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время в лабораторной диагностике туберкулеза существует целый арсенал высокочувствительных и специфичных методов выявления микобактерий туберкулеза и определения их лекарственной чувствительности. Современные лабораторные методы позволяют проводить диагностику туберкулеза быстро, в кратчайшие сроки. Но лабораторные методы в диагностике туберкулеза, каждый имеет свои достоинства, недостатки, и они дополняют друг друга. И важно применять их комплексно, соблюдая диагностический алгоритм. Благодарю вас за внимание.